В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальс. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть, вот меня. Мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальса на П-отгибке и ослабление фальса на Г-отгибке. Ну, а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд. Колледж водных ресурсов. Профессионально, качественно, 15 дней в оборудованной кровельной мастерской. Телефон на экране. Так. Становили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем фальсовое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. И будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Прикладываем его, как сейчас видно. Линия сопряжения у нас вверху. Эта кромка у нас отчерчена 25 мм. Горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 мм. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели. Приступаем сейчас к построению нашей картины. Так как мы помним, у нас фартук состоит из двух частей. И с правой стороны у нас фартук. Картина фартук. И вот мы её сейчас, после того, как мы сняли мерки, узнали ширину нашей картины. И к нашей картине на... То, что у нас сейчас справа, но это на самом деле слева, мы будем прибавлять на фальс. То есть, малая кромка у нас будет. И мы сейчас откладываем, собственно, ширину картины. Сейчас мы откладываем ширину картины. То есть, мы провели... Проводим сейчас линию. Соединяем две точки, которые у нас с правой стороны и с левой стороны мы отложили. И сейчас проводим линию. По линейке металлической. Делать это надо аккуратно, чтобы все линии чётко были видны и соединяли две точки. Используем сейчас нашу линейку закройчика. И проводим вторую линию. У нас справа всегда большая кромка 45 или оберфальс. А с левой стороны у нас у картины всегда малая кромка. Унтерфальс 35 миллиметров. Сейчас будем при помощи ножниц отрезать то, что у нас лишнее слева. Ножницы используем для прямого реза. Ножницы пеликан. Это ножницы, которые при плавном резе не даются сечек. И у нас не нужно отгибать налево кромку, потому что они так сконструированы, что слева кромка она просто приподнимается. Вот вы везде сейчас. Как это с этими ножницами удобно работать. Отрезали. У нас двусоставной фартук. Линии все проводим. Проводим теперь вазерфальс, так называемый. Вазерфальс. Вон справа проводим мы его, потому что у нас это будет на примыкании, вертикальное примыкание к трубе. и мы проводим прям по линейке, потому что у нас линейка 30 миллиметров. Вазерфальс. Вазерфальс это по-немецки, но если это перевести, то это кромка гидробарьера. Или по-английски чекпоинт. Water Checkpoint. А по-немецки вазерфальс. Вазерфальс. Ну а ширину вазерфальса обязательно 30 миллиметров. Это по тому, какой нам на самом деле нужна ширина. Вот мы сейчас смотрим, проверяем по выкрите картины, правильно ли мы все сделали. проверяем. Вот у нас с левой стороны 25 миллиметров или сверху. И 50 нам надо отложить вот эту ширину. То есть она у нас 50 миллиметров. миллиметров мы ее отложили. Проверяем по выкройке. Здесь мы используем шаблон биссектриса. Шаблон биссектриса без него никак. Так, сделали мы его заранее. И сейчас его будем просто прикладывать для быстроты построения выкройки. Прикладываем шаблон. Именно проверяем, чтобы у нас был угол биссектрисы. Прикладываем также линию закройщика, чтобы было четко по биссектрисе, по линии биссектрисы. Соединяем шаблон биссектрисы и линейку закройщика. И находим линию, проводим. Проводим линию. Линия гиба это линия биссектриса. Таким образом мы постепенно делаем выкройку картины. Вот прикладываем нашу выкройку. Проверяем, что у нас по плану далее. Проверяем. Далее у нас по плану отложить 25 мм. Прикладываем линейку и проводим линию 25 мм. то, что мы сейчас провели, это у нас все будет примыкание. То есть оно будет подниматься, это примыкание, как мы помним, уже оно 200 мм. 200 мм. то, что у нас с правой стороны у нас будет примыкание. Далее мы должны провести 35 мм. это у нас малая отгибка. До этого мы прикладываем линейку закройщика и откладываем точки 35 и 35. и затем мы прикладываем линейку и по линейке проводим линию. Таким образом, мы отложили на кромке 50 мм 35 мм. 35 мм. то, что мы раньше и говорили. Что мы подготавливаем верхнюю часть. В данном случае у нас картина, но на самом деле это слева. У нас расстояние здесь у нас полное расстояние у нас 50 мм. для того, чтобы было виднее вот обводим ламастером вот 50 мм у нас кромка. Эта кромка, которую мы отложили 35 мм. 35 мм. Размечаем все размеры для того, чтобы нам это все запоминать. Потому что, когда мы все это делаем и записываем, мы тогда лучше запоминаем. Таким образом, мы верхнюю часть разметили и теперь мы продолжим наши работы по раскрою картины. по раскрою картины. Все размеры у нас перенесены правильно. Записываем все размеры у нас. Продолжение следует... Продолжение следует...